Всем привет! Сегодня я расскажу, как правильно и выгодно продать свою квартиру. Несколько слов о себе. Меня зовут Валерий Летенков. С 2009 года я работаю на рынке недвижимости по Москве и Московской области. Номер телефона, по которому со мной можно связаться. 8495 532 99 25. Сегодня вы узнаете, как правильно рассчитать рыночную стоимость квартиры, как подготовить квартиру к продаже и получите схемы взаимодействия с покупателями. Этот мини-курс позволит вам выгодно и быстро продать свою квартиру, контролировать работу риэлтора, если вы к таковым обратились, и решить свои жилищные проблемы. Этот мини-курс я подготовил для тех, кто планирует продать свою квартиру. Здесь есть два варианта. Первый – это продавать квартиру самостоятельно, и второй – это для тех, кто планирует продать свою квартиру через частного риэлтора или агентства недвижимости. Если вам важно понимать и контролировать процесс поиска клиентов, обоснованно и аргументированно принимать решения при продаже квартиры, получить максимальную цену за свою квартиру. Если вам дорого время и деньги, тогда этот курс для вас. Он поможет сэкономить вам минимум 100 тысяч рублей. История создания мини-курса. В 2014 году началось падение цен на недвижимость. До 2014 года в среднем продажа одной квартиры составляла от 1 до 3 месяцев. После 2014 года этот промежуток времени увеличился до 5-6 месяцев. Часто, чтобы продать квартиру, приходилось снижать цену, и после этого находился покупатель. От продажи некоторых квартир мне пришлось отказаться. Пришло время менять методику продаж. Поменялся расчет рыночной стоимости квартиры, изменилась работа с покупателем. В итоге, мною была выработана методика схемы продажи квартиры, которая позволяет найти покупателя от 1 до 3 месяцев, не теряя на рыночной стоимости. На сегодняшний день я предлагаю две схемы продажи квартиры. Первый вариант – это продажа квартиры под ключ. Что в него войдет? Расчет рыночной стоимости квартиры – это наш бонус вам. Согласование схемы продажи квартиры с вами. Подписание договора на 3 месяца. Поиск покупателя согласно схеме продажи. Сопровождение сделки. Дополнительный бонус 50 тысяч рублей. Условия получения по телефону. Второй вариант – продажа под покупателя. Что войдет? Первое – расчет рыночной стоимости квартиры, что будет являться бонусом для вас. Составление схемы продажи. Вы ищите покупателя самостоятельно. Сопровождение сделки под договор. Дополнительный бонус – это консультации на всех этапах продажи. Итак, расчет рыночной стоимости квартиры. Поставим перед собой цель, как правильно в заданном районе определить рыночную стоимость квартиры. Для расчета рыночной стоимости квартиры я использую интернет-портал ЦА, так как для себя считаю он наиболее удобный. Пункт 1. Зайдите на сайт ЦА. Второй пункт. На сайте откройте просмотр на карте. Третье. Выделите область поиска около адреса расположения продаваемой квартиры. Четвертое. Установите фильтры. Общая площадь – минус 5 метров от площади вашей квартиры. Этажность дома. Выставляем не ниже этажности дома, где продается квартира. Ставим этажность – ни первый, ни последний этаж, если наша квартира не на первом, ни на последнем этаже. Мы увидим все аналогичные квартиры, которые на данный момент продаются в заданной области поиска. Далее в фильтре «Цена до» подбираем цену, при которой нам начинают показываться аналогичные квартиры. Мы открываем каждую квартиру и переписываем в файл основные параметры квартиры. Этаж, площадь, цену и состояние ремонта. Задача – выписать таким образом не менее 10, лучше 15 квартир. Постепенно меняя цену, мы формируем список аналогичных квартир в этом районе и распределяем их по цене. Итак, перейдем к анализу списка квартир. Список квартир нам показывает Количество квартир, находящихся в продаже Цены на квартиры Ремонт в квартирах Уровни цен Исходя из данного примера, мы можем сделать вывод. Нижняя цена в районе на квартиры, которые без ремонта, составляет 2,950,000 рублей. Квартиру по цене 2,861,000 рублей мы не берем в расчет, так как по умолчанию наша расположена на среднем этаже. Смотрим амплитуду цен на квартиры без ремонта Амплитуда цен на квартиры без ремонта от 2,950,000 рублей до 3,200,000 рублей. Цена квартир с косметическим ремонтом от 3,350,000 рублей до 3,500,000 рублей. Расчет рыночной стоимости квартиры Наш бонус вам, обращайтесь. Итак, рассмотрим ТОП-3 Для успешной продажи нам необходимо, чтобы наша квартира попала в ТОП-3. То есть была по цене не выше третьей позиции в своей категории. Иначе она пропадет из зоны видимости. Для квартир без ремонта цена будет составлять 3,100,000 рублей. Для квартир с нормальным косметическим ремонтом цена составит 3,400,000 рублей. Это и будет являться ценой продажи. Если вам потребуется расчет стоимости квартиры, звоните нам по телефону 8495-532-9925. Мы сделаем для вас расчет стоимости бесплатно. Сейчас я вам расскажу, как правильно провести торг. На торге происходит значительная потеря денег, если вы не ориентируетесь в ценах. Избежать этого поможет список квартир. Разумный торг Исходя из списка квартир, мы видим, что на квартиры без ремонта торговаться ниже 2,900,000 неразумно, так как на цене 2,861,000 стоит квартира на первом этаже. На квартиры с косметическим ремонтом не ниже 3,3,000,000 рублей, потому что по 3,2,000,000 идут квартиры без отделки. На торге, как правило, происходит значительная потеря денег или покупателя. Правильное понимание цены сэкономит вам минимум 100,000 рублей или время на поиск нового покупателя. Теперь давайте поговорим о рекламе. Обязательно рекламу нужно поставить в ЦИАН и в Авито. Очень хорошо в продаже объекта помогают социальные сети. Благодаря ЦИАНу, Авито и 50,000 подписчикам в социальных сетях мы нашли покупателя на эту квартиру за 1 месяц. Как вы видите, данное объявление в соцсетях посмотрело 20,000 человек, поставило 186 лайков и это только группа ВКонтакте. Хотите так же, звоните по телефону 8495-532-9925. Сейчас я расскажу о подготовке квартиры к продаже. Документы. Все документы должны быть подготовлены заранее, под покупателя с ипотекой. Конечно, можно будет заказать документы за один день, но вы переплатите минимум 10,000 рублей. И не все документы можно заказать за один день, а покупатель с ипотекой ждать не будет. Перейдем к ремонту. В 80% случаев в квартире ремонт следует освежить. Во-первых, квартира будет более привлекательной и покупатель найдется быстрее. Во-вторых, исходя из списка квартир, за квартиру можно будет получить наибольшее количество денег. В среднем цена ремонта составляет от 3,5 до 6,000 рублей за квадратный метр по полу. Могу порекомендовать вам своих мастеров. Звоните 8495-532-9925. Работа с покупателем. В интернете много курсов и статей для риэлторов, как правильно работать с покупателем. Но кто бы что ни говорил, в 90% случаев цена – это главный фактор покупки квартиры. Как правильно рассчитать цену мы рассматривали ранее. Сейчас я расскажу классические принципы работы с покупателем. Первое. Показать квартиру желательно в тот же день, когда поступил звонок. На следующий день после показа перезвоните и узнайте, понравилась ваша квартира или нет. Есть еще три фишки. Даже если вам говорят нет, спросите по какой цене квартира будет им интересна, даже если на другой стороне риэлтор. Сравните цену по составленному списку квартир. Часто покупатель уверен, что не скинет цену и торговаться стесняется. Но бывает, что озвученная цена покупателя явно занижена. Можно предложить денег риэлтору с той стороны, но чтобы он предлагал вашу квартиру по той цене, которая вас устраивает. Давайте рассмотрим плюсы, если вы продаете квартиру самостоятельно. Если вы сами нашли покупателя, то риэлтор или агентство недвижимости вам потребуется только для сопровождения сделки перехода права. А это, как правило, 50% от комиссии агента. Другими словами, если комиссия агента составляет 200 тысяч рублей, то сопровождение не более 100 тысяч. Вы на этом сможете сэкономить 100 тысяч рублей. Рекомендую для сопровождения и сделки перехода права нанять риэлтора. Это для вашей безопасности. Риэлтор со стороны покупателя будет работать в интересах покупателя, а не в ваших. Минусы, если вы продаете самостоятельно. Возможно ошибка при расчете рыночной стоимости, возможно ошибка при торге. И конечно можно заниматься самолечением, но доктора вызывать нужно в любом случае. В нашей ситуации доктор это риэлтор или агентство недвижимости. Мой телефон 8495 532 99 25 Продолжение следует... Продолжение следует...